Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вернется ли квартира в семью, узнаем в суде Мало того, что нужно его как-то очаровать, да? Но еще надо было жетить его на себе Ну вот получила ты меня, ну зачем же какого-то садовника тащить? Муж вернулся в неурочный час, а в шкафу? Нет, не любовник, всего лишь садовник А вот как он туда попал, узнаем в суде Истец требует прекратить право собственности ответчика на его долю автомобиля Ответчик иск не признает Заявляет, что он ущемляет ее интересы как наследника Истец, слушаю вас Ваша честь, в 2018 году в апреле у нас случилось в семье большое горе Умер мой муж от инфаркта Что мы пережили в этот момент, это просто не передать словами, не описать У нас остался еще общий несовершеннолетний сын Коля, которому 5 лет Ну, похоронили мы Рому Погоревали, погоревали Пришло у нас, значит, момент Делить наследство А так как мы жили в добрачной квартире с моим мужем Квартира была моя В собственности у него был только внедорожень 2014 года Нам сделали заключение экспертизы, что стоимость автомобиля равна 2 миллиона 149 тысяч Таким образом, я как жена получила одну вторую часть этого автомобиля А вторую половину по закону делится между нами троими Матерью моего усопшего мужа, нашим сыном и мной И получилось, что нам досталось по одной шестой Сыну одну шестую, Нине Лаврентьевне одну шестую и мне одну шестую В совокупности у меня получилось 4 шестых Ни я, ни моя свекровь, ни, соответственно, мой сын Мы не имеем водительских прав, мы не можем быть водителями И машина просто у нас стоит, гниет И будет гнить Вот видите, она простояла целый год Целый год И вот для того, чтобы прийти в суд это доказать Заказывали еще одну экспертизу Машина потеряла 359 тысяч Это огромные деньги Еще потеряет Я прошу вас признать Собственность ответчика недействительной, потому что я хочу продать машину То есть вы хотите, чтобы за вами было признано право собственности на автомобиль На автомобиль, да С выплатой компенсации Но я одну шестую я и отдам, которую ей причитается Какую сумму вы намерены выплатить? Мы посчитали, там выходит 289 тысяч 333 рубля Эту сумму до процесса, до судебного, я уже положила в банке на депозитный счет Ответчика объясняла вам, почему она отказывается от компенсации за автомобиль? За свою долю А я вам сейчас объясню А я пока у вас не спрашиваю Да, она говорит, что я увезу внука Я хочу просто продать автомобиль и на эти деньги переехать в Санкт-Петербург И начать жить с чистого листа Не увезешь? Квартира чья? Квартира моя До брака? Да То есть это не брачное имущество и не наследственное имущество? Нет, 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 это добрачная квартира, она моя Ну скажите, пожалуйста, если вы переедете в другой город У ответчицы будет возможность общаться с внуком? Ради бога, я ей говорю, приезжайте сколько хотите Я не ограничиваю ни в коем случае их общение Пожалуйста, пусть его там на каникулы забирают Пусть к нам приезжайте, я не против Я просто хочу уехать из этого города и забыть вот эту боль, которая у меня здесь сейчас Да, боль у нее, большая боль у нее, потеря мужа Ага Ну вот невозможно с этим человеком договориться, ну никак А сейчас ответчица общается с внуком? Да, конечно Общается А кто ж кроме меня-то? А как же вы будете продавать этот автомобиль в случае, если за вами будет признано право собственности? Если там доля ребенка, вы уже продумали этот момент? Ну так как я опекун уже ребенка, прямой представитель, представитель ребенка, то я могу распоряжаться же его долей Можете, но с разрешением органов опеки и попечительства Да, да А ребенку 5 лет вы сказали? Ребенку 5 лет и эти все деньги пойдут естественно на улучшение жилищных условий То есть чтобы предоставить все условия для дальнейшего проживания Поняла вас, пожалуйста, ответчик, слушаю вас Я так поняла, что вы возражаете Да, я против этого иска Хотя у меня одна шестая доля, но это все равно наследство И со мной должны считаться своим решением и мнением Потому что я не хочу, чтобы Татьяна из Подольска увозила в Санкт-Петербург моего внука Потому что вот ее слова, которые она здесь говорит, что у нее боль, воспоминания, что она хочет бросить наш город и уехать Так она хочет начать с чистого листа в этом городе вместе со своим любовником Потому что при жизни мужа у нее был любовник Не успели мы похоронить Рому, моего сына Как тут же она его притащила в дом Это неправда А теперь, если я дам согласие на то, чтобы продать свою долю Так это я, значит, одобрил ее уезд с этим любовником Значит, я придам память своего сына И вдавало ко всему, она лишит меня возможности видеться с внуком Да не лишаю я вас возможности Видите, истец говорит, что она не будет возражать, чтобы вы общались с внуком Правильно, она не будет возражать А как же я могу приехать в этот город, когда я накоплю денег, я накоплю денег, конечно Но у меня пенсия, пардон, 11800 А где я буду жить? Там У меня денег не будет Ну у нас будете оставаться Я же не наезжусь Видите, истец говорит, что будете у нас оставаться Они когда уедут в чужой город Вы что думаете? Будет этому дяде нужен Какому дяде? Коля? Тебе он, думаешь, будет нужен? Нет, ну подождите, отвечи Ну что же вы считаете, что она молодая женщина Она что, не имеет права устроить свою личную жизнь? Ну факт в том, что я не буду с внуком Это единственное, что у меня осталось от сына Мало того, что она лишила меня сына А почему она его лишила? Да потому что она его довела до инфаркта своими гульками Как вы можете так говорить? А теперь ты хочешь лишить меня внука? Не получится Это единственный у меня человек, который остался от сына И не дам я его увезти Оставайся жить в нашем городе, в нашем Подольске Вы эгоистка, вы меня не понимаете Я прощу тебе, что ты Я не буду обращать внимание, что у тебя новый муж Никакого у меня нового мужа нет А в кем что ты поедешь-то? Вы его видели? Вы свечку держали? Видела я его Тут свечки держать не надо Город маленький, все видели И ваше честь, если сделаете вы это Вы просто решите меня внука Скажите, ну а как же тогда поступить с машины? Так и будет стоять? Да мне не нужны эти деньги Мне нужно, чтобы сын, внук мой был рядом со мной Чтобы я могла каждый день с ним общаться Чтобы я могла видеть, как он растет Скажите, а какие у вас жилищные условия? Вы в собственной квартире? У меня своя квартира, да Ну может быть вам поменять тогда квартиру, если вы так любите внука? Чтобы быть рядом с ним, помогать его воспитывать? Будете с внуком по музеям ходить? Нет, ваше честь Пусть она остается в этом городе Пусть живет со своим любовником А машина так и будет стоять под окнами? А машина, ладно Машину, конечно, можно продать Но с условием, чтобы она оставалась в этом городе Ну как же так можно вынести решение? Она забежит отсюда Вы думаете, она хочет новую жизнь там устроить куда-то в Санкт-Петербурге? А что она хочет? Она лежит от стыда, потому что весь город, знаете, что она гулящая Что она любит мужчин Как вам не стыдно? Да мне не стыдно, это тебе должно быть стыдно Суд удаляется для вынесения решения Прошу всех встать Далее в программе Бабушка ее пожалела Она ее прописала Как только она ее прописала Так она сразу исчезла из ее жизни Просто человек неблагодарный Куда я не исчезла? Женщина уверена, что завещание покойной родственницы подписано другим человеком Сможет ли экспертиза почерка расставить все на свои места? Узнаем в суде Мало того, что нужно его как-то очаровать, да? Ну же еще надо было женить его на себе Ну вот получила ты меня Ну зачем же какого-то садовника тащить? Жена клянется, что любит, только нужен Откуда тогда в ее шкафу голый мужчина? Разберется суд Куда ты без меня денешься? Кто с ним сидеть-то будет? Кто будет смотреть за ним? Если бы вы мне так были нужны, я бы не уезжала от вас Без вас справлюсь Конечно, справишься А то ты справлялась Чужую тетку там найдете Да приезжайте, приезжайте Вот даже вам суд предложил свою квартиру продать И переехать рядом с нами жить Кто мешает-то? Эгоизм? А тебе что мешает остаться? Я уже объяснила Куда ты едешь, как раздавится Оглашается решение суда Суд принял решение Иск удовлетворить Прекратить право собственности ответчицы На принадлежащую ей долю автомобиля С момента выплаты истиции Полной стоимости доли ответчицы По рыночной цене данного автомобиля Признать за истицией право собственности На весь автомобиль После полной выплаты денежной компенсации Суд удовлетворяет заявленные исковые требования Исходя из того, что доля ответчицы Составляет одну шестую долю автомобиля Эта доля незначительна Доля ответчицы не может быть реально выделена Так как автомобиль является неделимой вещью И на основании статьи 133 Гражданского кодекса Российской Федерации Суд принимает решение О возможности выплаты компенсации В сумме указанной истцом В пользу ответчицы Ответчица с момента вступления в законную силу Решение суда Утрачивает право собственности На долю в данном автомобиле При этом Суд обращает внимание истиции На то, что в данном автомобиле Имеется еще доля ребенка В размере 1,6 И соответственно В случае принятия решения О продаже автомобиля На основании статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации А также норм Гражданского кодекса Российской Федерации Данная продажа может быть осуществлена С предварительного согласия Органа опеки и попечительства Дело закрыто Прошу всех встать Ну что? Ну вот, видите Суд пробилось Решение суда Иск удовлетворить Я благодарна суду, что он удовлетворил мой иск Наконец-то у меня появятся теперь деньги Чтобы уехать с сыном в другой город Чтобы быть рядом со своим внуком Мне действительно придется, наверное, продать квартиру в Подольске И уехать в Санкт-Петербург Ну что делать? Истец требует признать завещание недействительным Ответчик иск не признает Уверена, что наследодатель собственноручно подписала завещание Пожалуйста, истец, я вас слушаю Ваша честь, я родная племянница Колотиловой Ольги Петровны Умершая год назад в апреле месяце После смерти моей любимой тети Осталась двухкомнатная квартира Где я, моя мама, папа и тетя Проводили очень много вместе времени Тетя была человеком одиноким Поэтому я, как ближний родственник Пошла вступать в наследство Где узнала, что за полгода до смерти Тетя составила завещание В пользу ответчика, Демьяненко Я считаю, что это завещание недействительное Потому что тетя не могла так поступить Тетя любила только меня И подпись на завещании не моей тети Это тетя любила Кем приходится ответчик? Вам и вашей тети? Родственница? Она была сиделка у нее Я соцработник Просто помогала, иногда приходила Но на завещании, Ваша честь Подпись не моей тети Потому что я, как племянница, знаю, как тетя подписывала Где написана фамилия, имя, отчество вручную Там и буквы не ее, и наклон не такой Я детально изучила дневники своей тети Это точно не подпись моей тети Поэтому завещание, я считаю, недействительное, Ваша честь А вы видели в квартире Вашей тети А как она могла меня видеть, если она 10 лет не появлялась? Она, может быть, там появлялась два дня в неделю Как я могла ее видеть? Она сиделка не каждый день была А Ваша тетя говорила о том, что ее навещает кто-то, помогает ей? Да, конечно, я знала Потому что я на работу ходила, мне некогда было каждый день Я приходила дважды в неделю Как получалось, по обстоятельствам Да не приходили вы никогда А скажите, пожалуйста, другие родственники какие-то имеются? Нет, детей у нее нет, мужа нет Каких-то еще родственников? Вы единственная родственница? Да Вы в одном городе живете? Естественно В одном городе Пожалуйста, передайте документы через судебного пристава Вами представлены документы, подтверждающие родство вас и умершие Вы являетесь, судя по документам Я являюсь наследником второй очереди Наследником второй очереди, вы племянница, родная племянница Да Так, и представлено свидетельство о смерти Да Хорошо, пожалуйста, ответчик Ваша честь Ваше отношение к иску Ваша честь Ситуация такая Я сосработник Аферистка она? Я сосработник И по долгу службы мы вот таких бабушек, дедушек одиноких Мы их курируем, мы их навещаем, мы с ними работаем Вот так такие аферистки-сиделки И обманывают людей пожилых, отнимают у них недвижимость Получилось так, что 7 лет назад меня приставили к этой Ольге Петровне Это очень одинокий, был больной человек Такая старенькая больная бабушка, которой мне нужно было навещать и ходить Конечно, я не скажу, что я к ней каждый день приходила Конечно, не каждый день Потому что у меня таких бабушек А как долго? 7 лет 7 лет я укаживала за Ольгой Петровной Иногда появлялась Я не скажу, что я прям каждый день к ней приходила Иногда, конечно Потому что у меня несколько таких бабушек Поэтому я несколько раз в неделю пыталась к ней прийти А вот истец, она пытается уже второй раз поддавать иск в суд на меня Первый иск заключался в том, что якобы Ольга Петровна была неуменяемая, когда составляла завещание То есть это уже не первое обращение в суд? Она меня обвиняет в том, что я ее опоила Подождите, ответчик То есть вы хотите сказать, что это уже второе обращение? Второе обращение Она меня уже затаскала Вы обращались в суд? Она чем-то, тетя, подсыпала ей таблетки Тетя любила меня Тетя не могла такого и делать Она не могла подписать квартиру чужого человека Вы слушайте вопрос сюда, истец Вопрос сюда, послушайте Уже отвечайте, я еще вопрос не успела задать Извините Вы уже обращались в суд с иском, но по другим основаниям Правильно я вас понимаю? Да Она пыталась доказать, что якобы эта Ольга Петровна была неуменяема, когда составляла завещание То есть при составлении завещания не отдавала отчет своим действиям? Тетя не могла без тихий Я уже устала от этой женщины Вам отказали в иске? Она все подделала, она подкупила Есть решение суда Кого? Подкупила, значит, эксперта подкупила Есть решение суда, что Ольга Петровна была в здравом уме и трезвой памяти, когда составляла завещание Была сделана экспертиза Вы подкупили экспертизу Да вы бессовестная, да вот, филистка Есть решение Ваша честь Есть решение суда Что завещание подлинное А теперь второй раз она меня пытается обвинить в том, что я это завещание подделала собственноручно Если первый раз она пыталась доказать, что была бабушка неуменяема А теперь я собственноручно подделала ее подпись, подделала завещание Подкупили человека Есть вот решение Вы закончили свое выступление Понимаете, дело в том, что 10 лет назад, когда племянница, естественно, развелась со своим первым мужем Ей нужна была новая регистрация И она эту регистрацию получила, потому что бабушка ее пожалела Она ее прописала, как только она ее прописала, как она сразу исчезла из ее жизни Просто человек неблагодарный Она была зарегистрирована в этой квартире Да, она была зарегистрирована в этой квартире Но дело в том, что мы просто так, была такая информация, пока жив был ее отец, царство небесное Он, конечно, ее навещал, Ольгу Петровну Да он два года назад умер Бой папа был честным человеком И он там тоже вас никогда не видел И только от него мы слышали, что якобы его дочь, вот эта вот, Инна Алексеевна, извините, вышла замуж второй раз и родила ребенка А бабушка так нуждалась в поддержке, у нее очень была маленькая пенсия Ей даже порой на лекарства не хватало И мне даже, как соцработнику, приходилось из своего кармана, по мере возможности, покупать ей продукты, покупать ей лекарства Она очень часто ее вспоминала Она каждый раз говорит, ой, хоть бы раз ко мне позвонила Ну нет времени, ну позвони хотя бы Вспоминала меня, тетя, потому что звонила я ей Еще одно замечание И я наложу на вас штраф в размере тысячи рублей Извините Ну самое интересное, что я о самом завещании от нее же и узнала А вот она меня тут стоит и обвиняет в том, что я подделала завещание В том, что тетя была неуменяемой А что значит вы узнали от ИСА о завещании? Когда умерла тетя Получается, квартира-то осталась, и я узнала адрес племянницы Узнала адрес этого ИСА И я поехала, чтобы отдать ей ключи от квартиры А кто тетю хоронил? А? Кто хоронил тетю? Хоронила соцслужба Да, конечно Ну не там, она себе на смерть припаслась Она мне сказала, где денежка лежит, если вдруг она умрет Вот, вот Ваша честь, она эти денежки прикарманила У тети было много денег Хоронила соцслужба Она даже на похоронах не была Что у тети есть бережения Когда? Понимаете, я уже устала от этих судов Я не могу вступить в права на следство, потому что один суд, второй суд Так она сейчас вселилась в эту квартиру Она там проживает, меня не пускает Она даже за коммунальные услуги не платит Это квартира нашей семьи, она должна есть Так я от нее только и узнала, что оказывается квартира, на меня завещание, на квартиру составлено Вам об этом истец сказала, да? Она узнала, я ее когда встретила, она меня чуть не порвала Она на меня набросилась Я не могу понять, почему она на меня орет Я думаю, я приехала сделать доброе дело Отдать ей ключи, сказать, что тетя умерла Она орет, я не могу, ничего не соображаю Думаю, что она от меня хочет Оказывается, она когда пошла вступить Она на похороны не пришла, но когда она пошла Как это я не пришла? Но зато она узнала, что завещание, она тут побежала Хотела в наследство Кто хранил вашу тетю? Как кто? Я тоже была на похоронах Я не спрашиваю, были ли вы на похоронах? Я спрашиваю, вы хоронили вашу тетю? Да, конечно Каким образом вы их хранили? Была я, конечно, она хранила, как не могла не хоронить свою тетю Документы, подтверждающие оплату ритуальных услуг У вас имеются? Ну, у меня они имеются, но дома я, к сожалению, не взяла Я не думала, что это будет нужно Я не знаю, как уже, я уже сама не рада Этой квартиры, этому завещанию То есть вы не знали о наличии завещания? Истец, я вас выгоню сейчас Извините Вы не знали о наличии завещания? Конечно, я знала, я не узнала Я поняла вас Потому что, видно, тетя когда составила, она не думала, что она умрет Поэтому она написала, об этом не сказала Уважаемые стороны Суд ставит вас в известность, что по делу была назначена судебная почерковическая экспертиза Заключение эксперта находится в материалах дела И довожу до сведения сторон Что эксперты сделали вывод Ну вот, получила ты меня, ну зачем же какого-то садовника тащить? Муж вернулся в неурочный час, а в шкафу нет, не любовник, всего лишь садовник А вот как он туда попал, узнаем в суде Оглашается решение суда Суд принял решение Иск о признании завещания недействительным удовлетворить Истец обратилась в суд с иском О признании завещания недействительным Так как считает, что подпись на завещание выполнена ненаследодателем В судебном заседании оглашено экспертное заключение Согласно выводам эксперта Рукописная запись и подпись в завещании Выполнены наследодателем Галатиловой Ольги Петровны При этом эксперт указывает Что данное завещание подписано Галатиловой Ольгой Петровной Под влиянием сбивающих факторов Обусловленных возрастными изменениями Сопутствующими заболевания Таким образом, экспертным заключением Установлено, что подпись в завещании Принадлежит наследодателю Однако, суд удовлетворяет исковые требования Основываясь на другой норме закона Разъясняю В процессе рассмотрения дела Судом направлен запрос в соответствующие службы И получены документы Говорят о том, что в момент совершения сделки А именно составления завещания Ответчица в соответствии с договором На оказание услуг Нестационарного социального обслуживания Ухаживала за наследодателем То есть в момент совершения сделки В момент составления завещания Она являлась соцработником Разъясняю, что в соответствии с должностной инструкцией И ответчица должна это знать Социальным работникам запрещено вступать в отношения С теми лицами, за которыми они ухаживают На основании договора на оказание таких услуг Таким образом, ответчица не может выступать Наследницей по данному завещанию И на основании стати 169 Гражданского кодекса Российской Федерации Суд признает данное завещание недействительным В судебном заседании установлено Что истец является единственной наследницей умершей Она является наследницей второй очереди Так как является ее родной племянницей Поэтому завещание признано недействительным Истец, вы унаследуете все имущество Оставшееся после вашей тети В отношении вас, ответчик, суд выносит частное определение И направляет по месту вашей работы Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда Иск удовлетворить Я оборудована свои права до последнего, дважды Всем советую не останавливаться на полпути И идти до последнего Решение суда для меня оказалось неожиданным Ну, как прочим, и само завещание Ну, раз так суд решил Так тому и быть Истец требует развода Ответчик уверен, что развод невозможен Пожалуйста, истец, я вас слушаю Ваша честь, я требую развода Дело в том, что ситуация произошла Как в старом анекдоте Я застал свою супругу с любовником Да не застал, простите, ваша честь Ну, как застал Я вернулся с работы Вернулся немного раньше, чем обычно Так сказать, не по расписанию Захожу в комнату И что же я там вижу Моя супруга тащит меня за руку Тащит меня за руку в ванну И кричит, что сорвало кран Да, ну, сорвало кран в самом деле Я уже поверил, пошел в ванну И вдруг я слышу такой мощный общи Общи это доносится не откуда-нибудь А как в том анекдоте из шкафа Да нет, ну это неожиданно просто Помолчи Я возвращаюсь в комнату Да, понятно, что не моль Открываю Но это человек был живой, работник наш Это не чужой человек, Коленька Ну, ты так сейчас даешь судье Такие показания, что мне страшно просто Я открываю шкаф И что же я вижу? Вы думаете, я там моль вижу? Нет, не моль Там находится наш садовник Я, конечно, ее понимаю Садовник этот больше похож на стриптизера Знаете, мышцы, бицепсы, трицепсы Садовника нанимала моя супруга Да, я нанимала, я Это правда Я его видел вообще-то в первый раз в жизни Он дипломированный, Коленька Он дипломированный Все должно соответствовать твоему уровню Ты же царь у нас в коттедже Ты же Николай Первый для меня Вот хорошо, что еще Я не пришел со своим сыном Которого должен быть забрать от бабушки У меня сына первого брака Вы представляете, вот если бы мы сейчас со своим сыном вошли И увидели вот эту картину Полуголая жена Я не полуголая Я в дороге в халатике со стразой Между прочим, он стоит больше двух тысяч долларов Он сам не купил Я не очень-то просила Ну, немножко только Какие стразы? Да, я не могла в этом халатике встречать какого-то стриптизера Которому я плачу меньше, чем мой левый стразик То есть, левый стразик Между прочим, а ты говоришь такие страшные Я люблю только тебя Мы раньше жили в городе Оленька Жили в городе, в центре города У нас была собственная квартира Это чудовищное стечение обстоятельств Все, дом полная чаша Я не изменяла ему Деньги есть Украшения есть Машины есть Все есть Нет, ей захотелось загородный дом Мол, экология, воздух, все такое Конечно, экология И дышать хочется чем-то Хорошо, хорошо Переехали в загородный дом Да Пожалуйста Да Она мне приносит какой-то иностранный журнал Вот посмотри клумбы, посмотри деревья Надо разбить сад Ну не чеснок засажать там Скажите, ну ваша честь Ну представьте, шикарный коттедж Это чеснок раз и с луком А чтобы разбить сад Ей нужен профессиональный помощник Конечно Обидно, обидно мне Ну вот за что такое предательство Я даже так словами, экзер с тобой не сразу Все было, все Ваша честь Пожалуйста Скажите, пожалуйста А вы вот когда дома У вас вот все так же происходит? Да ну что вы Что вы У нас прекрасные взаимоотношения Вы же помните Мы с ним прошли столько мучений Что мы прошли с тобой? Отношения Я же развелась с мужем Своим медвежонком Я ради тебя пошла на все Я его ребеночка тоже люблю Своих детей не бросаю Я ад прошла Только что быть Любая женщина Вы не только как судья Как женщина меня поймете Мало того, что нужно его как-то очаровать Да? Но еще надо было женить его на себе Вы представляете, сколько я прошла Чтобы видеть вот так вот себя красивой Шикарной Рядом с этим Ну вот получила ты меня Получила Как я могла поди на такой лист За какого-то садовника потерять все Ну что вам бабам не хватает? Ну что не хватает? Ну дура ты дурой Хорошо, я не дура А теперь я признаюсь Хорошо, я вынуждена признаться И сейчас все тысячи женщин Которые смотрят Они меня поймут А вот тысячи мужиков поймут меня Вот это Наташка Которая соседка в коттедже Она все время У меня все круче У меня все круче Смотрю, у меня правда лицо круче стало Чем у меня Да в чем дело? Она говорит Это охитинка Какая охитинка? Что это такое? Оказывается, скорее теперь Ваша честь Для женщин привозит Таких специальных Ну таких жирненьких Больших улиточек И сажаешь на определенные Нежные места И они становятся нежными Гладкими Ну конечно Я же не могу сама их выращивать Это делает садовник Я садовника и нашла И этот садовник за моими улиточками Ну он-то понимаете Ни с какими улиточками За этими улиточками Он тебе ухаживал Да я тебя практически снял его Ой, с тобой что-то не так В шкаф забрался Я одну улиточку, Ваша честь Посадила вот сюда А вторую Она мне только две дала Сжадила Только две улитки Вторую, конечно, под халатик Сюда, ну в общем там Посадила я ее туда Да не надо зубы сговаривать Ну все это бред сивой кобылы Он посадил на ядовице растение У меня начался ожог Я заорала, конечно Я ору громко Правда, Ваша честь Очень редко, но громко Что случилось-то с улиточкой? Ну вот эта улитка оказалась ядовитой Там ожог появился Я аж побежала к крану Вот как все произошло Дернула кран Ой, винтажный кран Не винтажный Моих мышц хватило Чтобы его рвануть так Что, естественно, он вырвался У меня вдало холодной водой Эта пиявка, зараза, улитка Так и не отползла от меня Я с криком вылетела на улицу Куда мне бежать? Слава Богу, этот садовник Федя бродил по улице Ну я думала, его убьют Я говорю, Федя, быстро В общем, бери Федю Так что, Федя, брат Он не виноват Покуй чемоданы И вон из моего дома Закрутил кран Чтобы я вас не видел Он стал мокрый Он мокрый Я с улитками Жуть страшная Тут звонит Наташа Говорит, как даю улитки Да никак, говорю, бессовестно Говорю, они у меня ожоги сделали А теперь еще мокрый Садовник, я не знаю, где одежду взять Дай одежду своего мужа Мой приедет, будет скандал Я же это чувствую, Ваша честь Но я же не дурочка Он дурочка-дурочка Нет, я не дурочка Что вы думаете? Я спускаю отца вниз Чтобы Наташку А улиточки где были в это время? Кто? Ну как на мне еще Одну я как-то отодрала Потому что ухо уже оттопырилось А вторую я никак не могла Холодная вода не помогала Конечно, я нервная Садовник попросила бы Он тебе помог бы Он заводился с краном, с водой Я побежала вниз Сходила Наташку встретить Открываю Смотрю в окно А там уже подъезд Его высочество Выходит из машины Что мне оставалось здесь? Да, это не анекдот Я, Ваша честь Но вы же меня поймете, как жесть Я рванула назад Кричу, Федька прыгала Он говорит, второй этаж Второй этаж Я говорю, а что мне делать? Но я его вперед в шкаф Сразу и закрыла дверь Сама стою Халатик растопыренный Ухо торчит Тут жжет страшно И ни одна женщина На моем месте Я вынуждена признаться Никогда бы ни женщина Не призналась Что у нее там Ну вот Вот такой Ради красоты Конечно, я быстренько запихнула Думаешь, кто-то сейчас верит Вот в эту ахинею Что ты сейчас рассказываешь Я верю, потому что женщины Тысячи женщин Все это ты придумала сегодня Или вчера для отмазки За прошлой неделе Наташкина подруга привезла Кого из Африки? Какашки носорога Только чтобы лицо было гладким Дорогой мой Да все мужчины знают Что мы стараемся Ради вас быть красивыми Пойдем на все Это измена, измена Причем здесь садовник Стриптизер Да ты его видел же прекрасно Какой он стриптизер Обыкновенный Что-то себя там выставляет Обыкновенный Лошавтом увлеченный Мужичок Который мне вообще не нравится Господи, да посмотри на себя У тебя животик даже очаровательный Губки, носик, попочка Посмотри на себя Да ты самый любимый Я не могу Посмотри, как вы смотрите Ну как Иди, иди На свое место Ишь ты Я, между прочим За этот год Сделала все Создала уют Привела себя в идеальный порядок Я сделала все Чтобы и Мишеньке И Коленьке Было хорошо Истец Да Вы уверены, что вы хотите Расторгнуть брак? Нет, вы видите Я прошу ни в коем случае Я скажу Это чудовищное обстоятельство Я ни за что бы никогда Не изменила ему Я столько добивалась Этого счастья Благополучия Ваша честь Я понимаю Вы женщина Сейчас она вот лапшу вам На уши вешает Ваша честь Все это несерьезно Все это Лишь бы остаться в моем доме Все Ландшафт, улиточки Все Три татушки Вот эти все Отлично А у вас свидетель заявлен Да Садовник? Волков Да, Федор Садовник? Да Позовите, пожалуйста Свидетели со стороны ответчика Свидетели ответчика Войдите Ну вот, пожалуйста Ваша честь Ну Типичный Вот Это он Амулиточку-то привез Он за ними ухаживал Он даже не подозревал Для чего они Ваша честь Ну как И слава богу Он не знал Поэтому не сболтнул бы Коли А я старалась Ради кого? Все, слушаем свидетелей Представьте Волков Федор Егорович Ваша честь Я не просто садовник Я мастер дизайна и интерьера С дипломами и серьезными рекомендациями И понимаете Я очень дорожу своей работой Никогда бы не стал Портить свою репутацию Ради какой-то непонятной связи Нет, какой-то Вы меня извините Но ваша жена Она вообще не в моем вкусе А он в моем вкусе Да посмотри Он в моем вкусе Да, он в моем вкусе Где вот ты, посмотри Где он Я вот зашел и увидел Голую задницу Одну и вторую У меня не сзади что-то холодное Место прочее Просто шортики были Ха, шортики случайно оказались в ванной И вообще про них забыла Потому что когда оно горит Ни о чем уже не думала Что произошло? Получилась совершенно Идиотская ситуация Вот ваша жена Сорвала на кухне кран Выскочила на улицу Такая вся в панике Федор, Федор Дед и Федор Вот Что делать там? Я этот кран починил Весь там Перекрыл, да Весь промок до нитки Тут она непонятно почему Затолкнула меня в шкаф Представляете, какая Непонятно почему Я даже понять ничего не буду Насколько вот Еще сил хватило Непонятно Второй этаж, второй этаж Я стою, представляете В шкафу он такой Весь мокрый В этот момент заходит хозяин Ну просто, ну вот идиотская А зачем вы в шкаф-то залезли? Я не залезал Она меня затолкнула туда Я могла его затолкать Он просто прыгать не захотел Со второго этажа А что, почему я должен прыгать? Почему я должен прыгать? А с чем мне прыгать-то вообще? А как? А как ты хотел? Если ты по оголенным торсом Я же только кран перекрыл В конце концов Я же не голый был У меня тоже прекрасная репутация Коленька, ты что забыл? Я никогда ни с кем Не встречалась за твоей спиной Да вы поймите У нас не могло с ней быть В принципе ничего Никогда Нет, ты слышишь, что он говорил? А почему это не могло быть? Потому что мне Ну она не в моем вкусе вообще Ну а как вот Вот как меня расшенивать? Ну она трехразмерная блондинка А мне нравится женец Она в неглиже Ты в неглиже И что? Что вы ее думаете? Вот такие ситуации Ну и что? Ну идиотские ситуации Ну я тут при чем? Я из-за этой дуры, понимаете? Из-за вашей жены еще Извините, да Из-за вашей жены Еще и работы лишился Таким мужем Да, кстати, работы он лишился И рекомендации мы ему не даем Коленька А все получилось почему? Потому что ты не доверяешь мне Я не просто красивая Я еще и умная Немножко хитрая Ну правильно А как мне оставалось? Если бы не Наташка Вообще бы ничего не случилось Я бы его не пригласила Ты бы ничего не возмущался Не вери ни одному слову Ты не веришь мне? Ты пошел вон из моего дома И ты пошел вон из моего дома Нет, Коленька Это неправда Ты посмотри на него Найдешься другого мужа Я вам не мешаю Простите, Ваша честь У меня такое ощущение Что я просто лишняя Просто уже Эту бредятину Слушать Нет никаких сил То есть не верите, да? Истец, не верите? Не верю Я одному слову не верю Боже, ну как это не верит? Ну вы И вы бы не поверили На моем месте Нет, как раз мне-то Можно поверить Я сказала Самое сокровенное Что могла сказать На что иду ради тебя На все И вот это вот садовник А только ради тебя притащила Чтобы эти несчастные улитки Принесли нам в дом счастья А-а-а Отвечек А улитки-то Коль, ну посмотри Ну посмотри на нас Коль, ну какая мы можем быть Связующая звено Вообще ничего близко нет Я тебя очень люблю Ты самый красивый Самый умный Самый-самый дорогой На свете мужчина Прекрасней тебя Не может быть никого Я прошла ад Чтобы быть с тобой Ты понимаешь? Я тебе никому Никогда не отдам Я сама, как улитка Буду ползать на тебе До конца твоих дней Мой дорогой Пожалуйста Не рассчитывай Что ты можешь от меня Ты вообще молчи Отличный выбор, кстати В следующей программе Мы же сделали Все, мы выплачивали Когда ребенок был жив Вы ничего не делали Мы тут все-таки Не мораль рассматриваем А я разберусь Что мы здесь рассматриваем Без ваших советов У первой жены горе Потеряла ребенка А вторая радуется Что ее мужу Больше не придется Платить алименты В суде она требует Вернуть даже те деньги Которые уже перечислены Мы вели с тетей Катей Совместная Катя Я тебе чужой человек Так доченька любила Как работенька Как я свое наследство заговорила Так пошла вон Это что такое Почему чужой человек Поселил в своей квартире Несовершеннолетнюю И за что он ежемесячно Перечислял ей деньги Кто он? Благотворитель Или педофил? Забери свою эту куриту Непотребную И говорю он Что ты, ах ты зараза такая Соседки не могут поделить Курицу-несушку Дорогие яйца Пернатой рекордсменки Славятся далеко За пределами района Кто теперь будет получать Яичные дивиденды Узнаем в суде Я не вынесла решение О расторжении брака Предоставляю сторонам срок Для примирения В течение трех месяцев Так как Ответчица Не согласна С расторжением брака Я считаю, что у вас есть еще возможность Сохранить Семью И поэтому Слушание дела О расторжении брака Я откладываю Назначаю срок для примирения В течение трех месяцев На основании статьи 22 Часть 2 Семейного кодекса Российской Федерации Спасибо, спасибо Ваша единица Дело отложено Прошу всех встать Все, все, все хорошо Решение суда Назначить срок для примирения Весьма прискорбно Что я сегодня Не получил развод И что вынужден буду Теперь этот развод Ждать еще три месяца Но уверяю вас Это Никак не изменит Данную ситуацию Я все твердо решил Я очень довольна решением суда Мой коненька остался со мной А за три месяца Я готова хоть лягушек Хоть пьявок на себя нацепить Но он будет только мой И я буду счастлива Прошу всех встать Незнание закона Не освобождает От ответственности Вы сейчас поняли Что я сказала? Естественно Мы это все будем делать Вы включаете И защищаете Своё право Смотрите Дела семейные Чтобы не совершить Роковой ошибки Истец Вы что, правда хотите на ней жениться? Правда Слушай, мне кажется Что вы очень гармонично существуете Может, вы не будете разводиться? Судья Елена Кутьина Не вернет любовь Я тебе не мать Да все, истец Я поняла вас Не продолжайте Но восстановит справедливость В первую брачную ночь Она обманулась Вы тоже ее обманули? Она рассчитывала, что будет брачная ночь А ее не было Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok